Добрый-добрый день, дорогие скотичевцы! С вами сегодня райтер скотича Анна Левина и эксперт, которого я представлю буквально через полминуты. Давно хотели с вами обсудить тему профессионального выгорания учителей и даже посмотрели исследование высшей школы экономики, в котором говорится, что без создания комфортной среды невозможно решить эту большую массовую глобальную даже проблему с выгоранием учителей. О том, что делает преподавание комфортным, поговорим с методистом Skyeng'а Анастасией Копыловой. Настя, расскажи, пожалуйста, принципиально, чем отличается онлайн-среда преподавания от оффлайна? Вдруг там вообще все одинаково и везде не очень? Во-первых, всем привет, спасибо за приглашение. И что касается вопроса про разницу онлайн и оффлайн-среда преподавания, мне кажется, все-таки разница есть, и она значительная. Когда мы говорим про оффлайн-преподавание, здесь, наверное, стоит рассмотреть сразу два варианта. Это человек работает в школе, преподаватель работает в школе, или же он является частным репетитором. В обоих случаях мы готовимся всегда к урокам, мы готовимся к урокам, мы проверяем домашнюю работу, это занимает время. Если преподаватель работает, к тому же, в школе, то это всегда история с заполнением бесконечных, мне кажется, отчетов, это всегда столкновение с некоторой не всегда приятной бюрократией. Если же преподаватель является частным репетитором, то здесь, наверное, мне кажется, одна из самых больших болей – это то, что надо искать студентов. Это особенно сложно в периоды, когда, скажем так, не сезон, летние периоды, каникулы и так далее. То есть есть некоторая такая незащищенность и страх остаться без студентов. Когда же мы говорим про онлайн-преподавание, мы как минимум тратим меньше времени. То есть мы как минимум не тратим время на дорогу элементарно. Если же мы говорим про преподавание еще в такой большой школе, как Skyeng, то мы очень сильно экономим время, потому что у нас на платформе преподавателям не приходится так долго готовиться к урокам, потому что все платформы, платформа Winbox, на которой мы работаем, она содержит в себе большое число материалов. Вот я сейчас покажу экран. Вот это просто курсы, да, это те курсы, которые находятся у нас на платформе, то есть не какие-то отдельные уроки, а именно курсы, открыв каждый из которых, вы найдете большое множество уроков, которые разделены на разные уровни. То есть как минимум вы экономите время на подготовке к урокам. Открыв урок, вы можете просто пролистать все слайды или воспользоваться даже специальным слайдом для подготовки к уроку и быстренько посмотреть, как этот урок провести, как эффективно поработать со студентами с разными частями этого урока. Также нашим преподавателям не приходится заполнять много отчетов, и что мне кажется особенно приятно, это учеников вам ищет школа, да, то есть нет такого страха остаться без никого, ученики всегда есть и будут. Хорошо, а насколько нужно быть продвинутым юзером, чтобы освоить вот эту вот платформу? Могу сказать по себе, продвинутым юзером быть вообще не обязательно, все легко, все просто, то есть помимо того, что сама платформа является интуитивно понятной, как принято говорить, юзер-френдли, всегда понятно, куда нажать, куда кликнуть, чтобы что-то появилось, чтобы что-то открылось, она еще и очень сильно помогает в проведении уроков, потому что на платформе есть определенный инструментарий, который помогает преподавателю, так, например, у нас есть почти на всех слайдах автопроверка, это значит, что когда студент вписывает свой ответ, преподавателю не надо сидеть и сверять с ключами, а правильно это, а неправильно, нет, ответик сразу загорается зеленым, если он правильный, и красным, если он неправильный, и так с разными механиками. Еще у нас, например, есть на платформе словарь, это значит, что студент может кликнуть на какое-то слово на слайде, либо преподаватель, либо ввести это слово в специальное поле и увидеть сразу объяснение и перевод для этого слова, то есть мало того, что платформа понятная, она еще и очень сильно помогает нашим преподавателям и студентам на самом деле работать с английским языком и делать обучение комфортным и успешным. Здесь еще хочется отметить, что когда преподаватель к нам приходит, он обязательно проходит некоторое такое обучение, где ему все рассказывают, все показывают, как пользоваться, куда обратиться, если вдруг что-то не получается, то есть преподаватель сразу получает огромную поддержку, поэтому вариантов, что вы не разберетесь в платформе, абсолютно нет, и поэтому, если этот момент для вас какой-то такой страшный, вы сомневаетесь, не сомневайтесь, приходите, подавайте заявку к нам. Сейчас у нас идет активный набор на направление премиум и премиум кидс, мы всех очень ждем. Выглядит, будто все в шоколаде, а какие гарантии, что готовый урок хорошо подготовлен, краснеть за некачественные материалы, это не про комфорт? Да, абсолютно не про комфорт, и тут хочется заверить, что наши уроки всегда качественные, потому что качество – это то, на что мы обращаем большое внимание, это то, о чем мы очень заботимся, о чем мы очень переживаем, и для того, чтобы развеять все возможные сомнения о качественности контента, о качестве контента, хочется рассказать немножко о том, через что проходит один урок, чтобы дойти до наших преподавателей и студентов. Вот на этой схемке очень-очень кратко и очень схематично описан флоу работы с одним всего уроком. Обычно этот флоу занимает где-то месяц, я сейчас чуть-чуть подробно про это расскажу. Все начинается у нас с написания драфта. Драфт пишет контент-продюсер, это тот человек, который отвечает за внутреннее наполнение курсов, за то, чтобы эти курсы были актуальны, за то, чтобы мы обсуждали действительно интересные темы, а не темы, которые, не знаю, обсуждали 150 лет назад. И в этом драфте у нас содержатся две контентные единицы для урока – это чтение и аудирование и контентные единицы домашнего задания. Этот драфт передается методисту. Методист, собственно, пишет методику урока, правильно выстраивая упражнения вокруг этих контентных единиц. Параллельно с этим у нас запускаются процессы вычитки текстов. Сейчас я про это тоже расскажу. Сама именно методика далее согласуется с куратором. И вот это вот согласование с куратором – это не просто, что методист передал, и куратор говорит «Окей». Нет, как правило, куратор вычитывает и отправляет методику на доработку. То есть вот этих вот перекидываний от куратора к методисту может быть 3-4. То есть мы действительно стараемся, чтобы вычитать всякие мелкие детальки. И куратор, собственно, отвечает за методику урока, за качество методики. Этот же урок после куратора еще вычитывает контент-продюсер, чтобы убедиться, что все важные элементы с точки зрения актуальности тем, они не потерялись в ходе переписывания текста, в ходе создания упражнений. И, собственно, после этого и во время этого, как я сказала, мы начинаем работать с текстами. Тексты у нас могут быть двух типов. Их могут писать native-райтеры, если это тексты высоких уровней, либо их могут вычитывать native-профридеры, а тексты могут быть написаны, например, нашими райтерами. И здесь тоже хочется отметить, что native-профридеры – это действительно профридеры, это не просто native-спикер. Потому что мы понимаем, что native-спикер, не любой native-спикер может вычитать текст, не любой native-спикер грамотно, элементарно говорит. Именно поэтому все наши профридеры – это именно профридеры, это сертифицированные люди, которые могут вычитать текст, могут найти в нем ошибки и исправить их, могут пояснить какие-то моменты. То есть мы понимаем, они следят не только за грамматикой языка, но они следят за тем, чтобы в тексте не встречалось каких-то слов с негативными коннотациями, например, или слова, которые, как нам, допустим, не native-спикер, нам кажется, что они в порядке, что они нормальные, а native скажет, нет-нет-нет, мы так не говорим, это нехорошо, это звучит плохо. Это оскорбление. Да-да-да, вот за всем этим они тоже очень сильно следят. После всего этого мы начинаем заказывать аудио. Аудио у нас тоже пишут с native-спикерами, причем native-спикерами с хорошим оборудованием. Чаще всего это не просто тоже native-спикеры, это так называемый voice actors, которые озвучивают даже мультфильмы. То есть это тоже те люди, которые могут профессионально работать со своим голосом. Дальше мы заказываем картинки. У нас есть студия, которая отрисовывает нам картинки заглавные, красивые, яркие. И далее происходит верстка урока. Верстка урока — это когда, собственно, вот этот вот наш прекрасный документ перекладывается в формат платформы, перекладывается на Winbox. После того, как урок сверстали, мы его еще раз вычитываем. Его еще раз вычитывает методист, его еще раз вычитывает куратор для того, чтобы посмотреть, все ли элементы перенеслись в верстку, все ли в верстке смотрятся красиво и правильно, потому что иногда бывает, что, например, когда мы пишем методику, мы думаем, а, вот это упражнение будет хорошо смотреться на платформе, оно хорошо работает, оно хорошо работает методически. А мы перекладываем его на платформу, и мы видим, что оно получается какой-то не юзер-френдли. И тогда мы его меняем. То есть, опять-таки, мы пытаемся учитывать и то, чтобы методика была в порядке, и то, чтобы с этими упражнениями было легко работать с точки зрения технической. Далее мы передаем урок на вычитку профридерам. Профридер вычитывает урок, в урок вносятся правки, и далее урок идет на финальную вычитку. Финальная вычитка — это, опять-таки, вычитка методистам, профридерам, кураторам, контент-продюсерам. И только после этого, после того, как все остались довольны, ни у кого не осталось никакого комментария, мы отправляем урок в релиз. То есть это очень долгий, очень такой большой, сложный процесс, который вовлекает много людей, неоднократные вычитки уроков, поэтому мы можем гарантировать качество нашего контента. И тут, наверное, еще важно упомянуть, что это качество не может быть обеспечено в рамках только одного урока. Качество — это в целом про весь контент и про весь курс. И вот что касается курса, мы все понимаем, что курс — это определенный роудмап, который пишется еще до того, как начинают создаваться уроки. Вот все наши роудмапы, они завалидированы как нашими, так и международными экспертами. И все наши роудмапы, они написаны в соответствии с современными стандартами GSC. GSC — это стандарт, который разработан Pearson. Это та шкала навыков и умений, которую студент должен освоить на том или ином уровне владения английским языком. В целом, все современные учебники английского языка, они написаны с соблюдением вот этой шкалы GSC, ну и CFR. CFR мы тоже учитываем в своих курсах, в своих уроках. Наверное, еще один момент, который хочется здесь упомянуть, — это про премиум, да? Точно, читаешь мысли. Мы очень ждем преподавателей к нам на премиум, и, наверное, может возникнуть вопрос, так как я сказала, что качество контента хорошее, а что на премиум, оно еще лучше, или что там за премиум? На самом деле, качество контента у нас везде хорошее. Премиум уроки — это те уроки, которые могут иметь какую-то специфическую направленность. То есть, если преподавателю обычного направления доступны, как правило, обычные курсы английского языка, то преподаватель премиум также ведет экзамены, ведет какие-то специфические курсы, как, например, вот здесь, это небольшой скрин из курса для медиков. То есть, в этих курсах будет какая-то специфическая лексика и еще что-то. То есть, контент у нас везде отличный, просто премиум преподавателям доступна чуть большая часть курсов, чуть большая часть контента, нежели обычным преподавателям обычных направлений. Повезло премиум, но я все-таки вернусь к такому моменту. Понятно, что очень большая громадная команда создает урок, и что много проверок, но всегда же все упирается в людей. Откуда берутся вот эта команда, как она набирается? А то вдруг с улицы набрали людей, которые назвали себя методистами, и все. Ой, это на самом деле тоже очень большой, тоже очень длинный процесс, не самый простой. Я, наверное, расскажу про именно методистов, потому что это центральная здесь фигура. Когда мы выбираем себе методистов, все вполне естественно начинается с резюме. Мы отсматриваем большое число CV и резюме, как и не назови. И для нас важно, чтобы кандидат наш потенциальный имел опыт преподавания, потому что когда у методиста есть опыт преподавания, это не только теоретик, это еще и практик. Потому что, да, бывают такие теоретики, которые замечательно справляются с практикой, но, к сожалению, иногда мы встречаемся, сталкиваемся с таким, что человек может быть замечательно знать методику, но при этом не уметь применять ее на уроках, не уметь применять ее в уроках, когда пишет. Именно поэтому важно, чтобы у методиста было соприкосновение с реальным миром, так сказать, была вот эта вот полевая работа, так сказать. Далее мы отправляем всем нашим кандидатам тестовые задания. Тестовые задания, как обычно, это какая-то практическая часть, и тестовые задания у нас включают либо написание плана урока, либо создание структурного элемента урока, либо какой-то очень мини-урок. Ну, то есть в любом случае мы стараемся проверить, насколько хорошо владеет наш потенциальный кандидат методикой создания урока, насколько хорошо он может компоновать, балансировать и создавать, собственно, контент в соответствии со всеми методическими принципами. И далее, как вы вычитали все эти тезы, все тестовые задания у нас также вычитываются кураторами, вычитываются контент-продюсерами, то есть это не так, что один человек посмотрел и сказал да или нет. То есть мы стараемся исключить вот этот фактор субъективности и дать посмотреть тестовые задания большому числу людей. И далее мы приглашаем уже наших кандидатов на личные беседы. И в личных беседах мы также стараемся давать разного рода задания, то есть это, возможно, еще некоторые тестовые задания, еще одна практическая часть, где вопросы не только про опыт работы и стремления, но и какие-то практические такие вопросы. И даже после этого, когда мы нашли нашего идеального кандидата, я не могу сказать, что мы прекращаем вот этот вот процесс. Нет, мы дальше очень активно анбордим человека, то есть проходит как минимум два месяца обучения, когда прежде чем наш методист начинает писать вот эти большие уроки флагманских курсов. И все эти два месяца человек обучается, смотрит, работает с инструментами, потому что создание урока — это не только написание методики, это работа с большим числом инструментов, да, где мы передаем тексты на вычетку, как мы работаем с профридерами, как мы взаимодействуем с ферстальщиками. И только после того, как методист почувствовал в себе уверенность, понял, что да, все в порядке, я могу, и мы поняли, что да, все в порядке, человек может, мы даем писать методисту первый урок. Ну и, конечно, тут мы тоже никого никогда не оставляем. У нас большая команда, где все друг друга поддерживают, и мы все всегда готовы помочь во имя того, чтобы наш контент был классный. Поддержка, конечно, поддерживает людей, но все равно, скажи честно, бывают ли в уроках ошибки? Да, к сожалению или к счастью, я не знаю, бывают такие ошибки, это нечастое явление, но, тем не менее, они случаются, потому что все мы люди, и да, где-нибудь да что-то проскочит, элементарная опечатка может случиться. Но, опять-таки, мы всегда работаем с этими ошибками, это не так страшно, то есть у нас есть, опять-таки, отработанный флоу, по которому мы можем реагировать на эти ошибки. Абсолютно каждый слайд в нашей платформе имеет вот такую кнопочку, восклицательный знак, нажав на которую преподаватель или студент может сообщить об ошибке, то есть нажать ошибка на слайде, далее преподаватель или студент описывает, что вот там вот я вижу ошибку или опечатку, или неточность, про неточности нам тоже пишут, или даже иногда нам пишут какие-то сомнения, что, а вот точно это слово здесь подходит. И мы можем сходить к нейтивам, еще раз спросить, а точно это слово здесь подходит, они нам говорят, точно или не точно. И мы достаточно быстро реагируем на это, то есть жалоба поступает к нам в канал, и мы ее обрабатываем в течение нескольких дней. Если это какая-то простая правочка, опять-таки, уровень опечатки, или какая-то простая ошибка, это буквально 3-4 дня. Если это какое-то более серьезное изменение, которое затрагивает структуру слайда или которое затрагивает, например, аудиозапись, потому что перезаписать аудио все-таки это длительный процесс, то такое изменение может занять неделю или даже несколько недель. Но в любом случае на все такие сообщения мы реагируем, мы обрабатываем. Мы, во-первых, конечно, смотрим, а точно ли это ошибка, потому что иногда бывает, когда сообщают об ошибке, а ошибки нет. Но мы все обязательно рассматриваем, уточняем и вносим правки, если такие необходимы. То есть бояться этого точно не нужно, мы со всем работаем, и даже если вы один раз увидели ошибку, в следующий раз на этом же слайде вы ее точно не увидите, мы ее исправим. И все это делает не сам преподаватель, не записывает аудио, не вносит правки вверху? Нет, конечно. Нет, конечно. Это делают специально обученные люди. Настя, большое спасибо, что ты так все подробно рассказала про внутреннюю кухню из Каэнга. Пожалуйста, напоследок вернемся, с чего начали. Опиши рецепт идеальной среды преподавания. Вот какой она должна быть? Мне кажется, это такой сложный многокомпонентный вопрос, потому что, наверное, для каждого идеальная среда – это что-то свое. Я скажу, что такое идеальная среда преподавания для меня. Для меня эта идеальная среда – это такая среда, которая комфортная в первую очередь. Это такая среда, которая мотивирует студента, мотивирует тебя как преподавателя расти, развиваться, узнавать что-то новое, оттачивать свои навыки. Это такая среда, где у тебя есть какие-то необходимые инструменты, где у тебя есть помощь и поддержка, которая облегчает твою работу там, где ее можно облегчить, оставляет тебе все самое, скажем, интересное и вкусное. То есть это такое место, и вот если представлять место, рабочий стол представляется, где у тебя все нужное под рукой, оно ничего лишнего нет, чтобы тебе мешало и как-то отвлекало. Да, если идеальной среды не существует, то в Skyeng мы стремимся, чтобы она все-таки шла к этому идеалу. Поэтому, дорогие преподаватели, приходите к нам, заполняйте заявку. Мы очень хотим, чтобы вы горели своим делом, преподаванием, а не сгорали в рутине и каких-то обыденных делах, которые отнимают у вас силы. Если у вас останутся вопросы, то, пожалуйста, пишите их под записью нашей встречи, и там же мы оставим ссылку на заявку в нашу команду. Большое спасибо всем. Спасибо, что позвали. Спасибо. 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 Спасибо.